Революция и социалистическое строительство под угрозой. Знаменитая мозаика на Доме профсоюзов – монументальное полотно, каких больше нет во всем Поволжье. Мозаика давно стала визитной карточкой города. По Лужскому проспекту так любят возить важных гостей областной столицы. А тут шедевр наполовину скрыт от глаз металлической конструкции. К мозаике пристраивают летнюю веранду ресторана «Артефакт». У нас на глазах непонятно кем, какому проекту и кто это разрешил, почему это делается. На самом видном месте, под Белым домом, происходит искажение этого памятника. Я не думаю, что ни какого-то главного архитектора города или районного архитектора, ни у кого-то поднялась рука дать согласие на этот пристрой. Это, на мой взгляд, но в этом надо разобраться. В этом надо разобраться. Если дело рук архитектора, сделавших этот пристрой, то надо исключать из Союза архитекторов. Варварским отношением к мозаике возмущен и автор работы, художник-монументалист Вячеслав Герасимов. Это была его первая масштабная работа в Куйбышеве. Если у людей полтинники вместо глаз, ну что я с ними могу сделать? Владелец ресторана «Артефакт» ничего страшного в происходящем не видит. Он убежден, строительство зданию только на пользу. 40 лет здание стояло, рушилось, то есть все плиты уже каждая друг от дружки отделилась, то есть никому это было не нужно. Ровно до тех пор, пока мы не пришли, не вложили сюда достаточное, я считаю, количество денег, в том числе и на восстановление этой мозаики. И на этой крыше будет продолжение 3D-графика с подсветкой той же самой мозаики, чтобы никто не говорил, что что-то у кого-то забрали у людей, я не знаю, или кого-то чего-то лишили. Мы наоборот стремимся к тому, чтобы возрождать что-то, делать. Возведение пристроек зданию реставрации назвать сложно. Ситуация попала под пристальное внимание городских властей. Наша позиция, что монументальное мозаик, панно должно быть открыто, и никакие конструкции самовольно установленные не должны загораживать его восприятие. Есть ли у владельца официальное разрешение на строительные работы, еще предстоит выяснить. Революции и социалистическое строительство сегодня не повторить, вздыхает автор раритетного полотна. То было модно в конце 60-х. Теперь важно сохранить целые страницы истории на городских фасадах. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.